Привет! Сегодня говорим о цвете. Тема обширная. Цвет – мощнейший инструмент в изобразительном искусстве и для иллюстратора, конечно, тоже очень важен. В своем курсе я не раз еще вернусь к этой теме с новыми и новыми подробностями. А пока поговорим об основных принципах работы с цветом. Итак, принцип первый – узнаваемость цвета. Принцип второй – объем цвета. Принцип третий – работа цвета с цветом. То есть, например, цвет объекта и цвет фона. Ну что, готовы? Поехали! Итак, узнаваемость. Перед нами игрушка Starbucks в оригинале золотого цвета с асфальтовыми наставками. Но на пробах мы видим, что все золото и даже асфальтовое находится ближе к зеленой гамме. То есть слишком много выбрала на цвет фон. Переместим ее на нейтральный фон. Здесь эта зелень кажется уже неуместной. Уберем ее отдельно из золота и отдельно из асфальта. Очищенная от цветовых примесей игрушка теперь выглядит выигрышно на фоне любой температуры – теплой, холодной, либо нейтральной. Это классический прием иллюстратора для объекта, который отделен от фона. Картинка должна быть чистенькая, и это подводит нас ко второму пункту. Этот рекламный чистый цвет стоит на самом краю границы между своим объемом и плоскостью. Сейчас объясню. Объемным цвет делает разнообразие оттенков пикселей внутри него. Чем ближе они друг к другу по цвету, тем чище выглядит картинка. Но если перегнуть и выкрасить всю картинку в один цвет, плюс черный, конечно, чтобы рисунок не потерять, то объект теряет жизнь, теряет объем, он становится плоским. Разница очевидна, и нужно стараться сохранить этот тонкий баланс. Ну что же, теперь у нас есть чистая объемная картинка, и, допустим, нам нужно вживить ее в некий фон. Естественно, сохранить при этом и чистоту, и объем. Для этого нужно создать рефлексы. Цвет окружения, как правило, отражает в себе нейтральные тона, полутени. Вернем им немного зелени, которую отобрали вначале. С отражающей же поверхностью можно позволить себе творческий подход. Я выбрала ручные участки, в которых хочу отразить фон. Посмотрите, как симпатично. Теперь у нас полный набор. Цвет чистый, объемный, и перекличка с фоном тоже есть. Давайте сравним с оригиналом. Мне кажется, разница на лицо, и это при том, что кроме цвета ничего не было скорректировано. На этом я сегодня заканчиваю. Надеюсь, информация была полезной для вас. А в следующем видео я хотела бы обсудить подробнее законы света и тени, и тему объема объектов в рекламной иллюстрации. Пока!